о боже какой мужчина и я хочу от тебя сына и я хочу от тебя дочку и . или . здравствуйте товарищи сегодня у нас начало новой книжки неожиданно сережа вот он не знал о чем будет книжка я вообще не в курсе то я вот когда вошел такую картинку и догадался ну и у меня появились какие-то подозрения ассоциации ассоциации да так вот сегодня будет книжка которая называется архаон the ever chosen это все избраны да по сути архаон все избранный книжка которая превосхищает события так называемых n times а то есть это по сути еще старый фронт старый добрый фб ну да то есть у нас персонаж он является единым начиная с фебе перетекающая в n times перетекающими а то есть так что нельзя сказать что это было какое-то старое доброе а потом стало что-то другое то есть он он не живет его история непрерывно и это одна и та же личность которая получила такое развитие в нескольких мирах одновременно и личность ключевая важная одной стороны неплохо бы знать о ней а другой стороны книжка неплохая и это одна из действий неплохих книжек то что про персоналии в фб пишут неплохо в принципе посыл империи вторая часть вот а с другой стороны потому что она предвосхищает лучшее что было фб а это именно смерть мира вот это как грится надо знать ну и мы начнем почти как прозору перенесемся в республику римаса это теле и южные земли год 1586 это рановатенько касательно того таймлайн на котором стопнулась в восьмой редакции там было карла франции чем 2500 ну так вы решили что такое то есть за тысячу лет до до практически до проделал за 1000 до это было как давно поэтому персонале конечно будут не очень известны и фраза такая вырывается из рта одного из персонажей грит вы познаете меня по моим трудам не таким голос как я говорю сейчас об этом поймете почему ну в общем смысл такой говорил прорицатель но познали они его исключительно по боли боль дала им гораздо больше знаний чем его дела вот эти выдохи боли какой-то надежды которые он там и себя исторгал с какими-то словами он был закован в щелкунчик the cracker вот это было яйцеколка нет это было это было устройство специальное устройство уродливое название как они говорили для уродливой вещи но она была крайне функционально по сути это был стол на который закреплялся человек ему одевалась на голову железная шапка и железная дуга под челюсть и поворотом ключа соответственно дуга с шапочкой сжимались немножечко я поняли такая типа элемент пыточного инструмента элемент общения дружественного и напринужденного вот она была крайне эффективна из-за ее эффективность и за характерный хруст но типа зубы уже сжимала все все мало да который сопровождал ее работу и вот ее называли щелкунчик и голосом декламируется батиста гаспар некродому это говорит жрец ведьмалов верховный жрец ведьмалов читая значит его имя забрызганного кровью свитком его святая мстительность салкан бог света и закона осуждает тебя в лжепророчестве и колдоблядстве интересно а вот у них сейчас у них же если это кто это у нас это телея да тлея они все там по моему через тысячи лет будут молиться в посты достаточно массовом бирмидии ну очень много храмов которые они на никакого не нас когда был салтан почему бы нет тысячу лет назад салкан хороший такой вполне себе бог был добрый светлый испанской инквизиции вот это не испании это стали испания это италия да ну или это рядом тем более все южные земли считается вот уже пророчестве и когда блядь официальное обвинение в колдовстве это вич крафт да а это как как действие обвиняетесь в отвращении бедных и наивных жителей республики от его напутствий салкана на божественных конечно конечно ки же еще вы познаете меня по моим трудам ему трудно говорить то что не через зажатого говорит да то есть он там через раздробленные зубы что-то выплевывает шипящие вдохи там брызгая кровью при этом один из большого количества прислуживающих жрецов которая находится при при этом процессе отрывает у себя от рясы лоскут целует и передает значит верховному инквизитору такой верховный инквизитор промокает свое лицо он уже стар промокает свое лицо свою белую бороду еще ему значит еще один слуга начинает поворачивать ключик на устройстве еще полуоборота да там наверно пара оборотов смещается на немножечко и значит при каждом повороте он верещит верещит а инквизитор ему значит зачитывает ты говорит шарлатан говорит это очень так медленно уверенно знает цену своих слов то что он он знает себе цену за вот эти те долгие годы что вот он ведет всю свою деятельность возглавляет братство узнает что он по сути высшая длань высшая длань мстителя с большой буквы мстителя это не капитан америка здесь вот как бы а кто ты без своего над кракера просто историк герой ты глупец ты читаешь по звездам ты видишь глаза рот и лица но ты трактуешь ложные знамения она вертится вот ты впариваешь тупым и наивным вдовом то что им хочется верить может быть ты это предвидел классическая классическая шутка если бы говорит некродома ты просто болтал бы возможно ты бы и избег внимание нашего братства твоя груз пексе она как бы это это гадание по кишкам животных как это так всем известно и уж тем более мы тоже так делаем прямо сейчас в ванной твоим кишкам ты бы предстал бы перед очами салкана и он бы осудил бы тебя но потом без нас а естественно путем да да то и время бы пришло как тут некродома пророк некродома небочтец некродома видящий темное будущее теперь более будешь известный как некродома безумец по моему приказу они очереди самый гвоздь башку забьют вот это и у меня на столе то есть перед столом где прикован некродома его инквизиторский стол постамент стронул на котором самый главный знаватель значит он и наваленные разные свитки памфлеты вот вот это вот говорит показано это все вот мы стали поднимать трясет на что небесные пророчества знаки и чудеса трансценденте дни грядущего рока конец времен вот это все это все есть и это демагогия грязная демагогия которая распространяет страх ужас и недоверие это вызов республики это гниль это гниль и приглашение для возмездия и именно поэтому ты здесь с нами это если просто рассказывал бы вот тихо так писать начал сука политика печатные печатные между прочим а да у них там прошу печатку берет значит перо макает в чернильницу и у него такой томик открывать чистый томик кожаным перебрете прям чистенький тут значит постановит ну помоги себе помоги-ка я мне сознайся мне и я не обещаю твоя смерть будет легкой и быстро зачем лгать зачем искушать судьбу зачем вратить что-то если ты уже все наворотил с этого момента ты можешь сделать себе только лучше или хуже признать это не ко мне это это ко мстителю все что я могу это просто быстро тебя доставить твои преступления чудовищные в твои распечатки грядущего апокалипсиса вот все это перевирает все естество это какой-то что это мы это мы апокалипсис мир уже сотрясается под нашей поступью страх это наше оружие ты понимаешь мы боремся со злом если слуги мстителя падут и если земля больше не сможет переносить все это зло то тогда и идут за и так ты уже блять остановился от такого поворачь и все жрецы прислуга которые находились в этом пиземате потом подвале тоже поворачиваются на на звук подвал распускается жрец тоже у него мантия салкана накинутый капюшон он идет и хлопает саркастически судя по манере он спускается сверху и там люк и на него сыпается вот там какой-то пепел песок который значит сверху застилает это все дело один из жрецов возопил просто так как ты смеешь прерывать священную работу великого достаточно вот и последний хлопок который вот такой очень супер сильный и эхом разносится по подземелью просто к внутренней вибрация по всем проходит неестественный просто хлопок и все-все услуги они ну другие жрецы они начинают развязывать свой пояса раздеваться верховный язык оставить за садами что вы делаете они просто снимают одежду и не берут пояса начинать петли вязать вот он встал у него борода всклокочилась со своего кресла такой остановите это безумие подчинитесь что вы делаете починитесь мстителю поворачиваться к этому одинокому жрецу и смотрит а тот уже обоссался то есть мир она течет по ногам натекло под ним вот это вот лужа а под капюшоном видны его глаза и они красные они светятся терминатор стража стража и слышно как наверху начинается значит бег кованых ног да там лязгание брони альбард почетные стражи и открывать люк и железка как-то резко поворачиваться смотрит туда и как будто ветер налетает вот такой и он и наружу и внутрь что-то вроде урагана аж свитки лежащие на столе подлетают слетают во все стороны слышны краткие крики и сверху начинает течь кровь вот из этого проема она просто как ножа вертикальная начинает потом квадрату стекать каскадом водопадом и потихоньку куски фарш стражи начинают падать таким низвергаться потоком вниз запятного я всю робу вот этого жреца вот это все вниз сваливается стекается на него льется и он как бы стоит когда можно посмотрел туда поворачиваться компенсируем мы сверху захлопываются и цепи и сковывают и вот это нечто она начинает к нему двигаться что неестественно на него просто продвигаться через всю эту палату с какой-то ужасной целью и как она проходит все слуги салкана начинают спрыгивать с какой-то импровизированных там мебели табуреток вот и он по сути знаешь как бы плывет сквозь лес вот спазматизмически дергающихся жрецов которые повесились нотик лесники на охранить и главный кизер так нет он бежит к нему куча растет просто у него колени подкашиваются потому что у него колени сами они сгибаются он сидит он понимает что не может пошевелиться он не может не встать ничего не же голова не шевелится вообще ничего жрец идет и откидывает капюшон и видно у него там такая шипастая голова и она начинает как бы искажаться то есть она нарастает и сам он по мере продвижения он становится больше у него такие мускулы становятся огромные одежда истлевая слетать лохмотьями огромный шипастый хвост кушли хрещен дьябло такой знаешь прям этот самый знаешь кто кто а сейчас я скажу я сейчас вспомнить этот он еще и в руковнике есть есть вот милокор и он идет и его хвост шипастый хвост хлещет у него руки наливаются там мускулами там шипы к в общем все это огромные крылья вырастает так что лишь скребут по потолку и он заходит за трон инквизитора тот его не видит он уж сможет в другую сторону и он находится между обоими людьми оставшимися это некродома зачем затронута он уже перед ним получается ну сбоку между зашел он же повернулся к нему а я понял вот заходит за трон они оба ощущают его дыхание вот такое ощущение ну чего-то очень ужасного здесь находится того что здесь быть просто вот вообще не должно и его коготь идет к инквизитору и касается его и он чувствует как вот все какое-то доблестное хорошие в его душе просто скукоживается а все скажем так нехорошее когда либо злоупотребление властью какие-то там гордыня жажды чего-то там какие-то низменные дела которые он делал упиваясь своей силой ну что-то такое соседку захотел там у себя это бывает убили цыганку так вышло по дому бывает она все расцветает расцветает наполняет и у него глаза становятся черные и рожа она как бы искажается в таком пыльском возбуждение предвоскушение да 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 он шевелится он берет его голову значит когтистую лапу и говорит ты искал тьму в изломанном безумце а надо было искать среди своих людей ладно не важно теперь ты мой теперь ты мой и мне не нужен этот жалкий плотский носитель перед тем как я заберу твою душу вместе кое-что сказать кое-что что тебе надо знать знаешь подарочек перед путешествием которые ты предпримешь скоро твой бог ложь и бошку раздавливает рукой вот мы знаем то что мермидия была салкана не соврал в общем легко им разминает бошку и своим хвостом сбивает от безголовое тело и трон с постамента а сам садится рядом с некродома на картоне а тот свежеослепленный ну уже как бы да ему глаза выжгли вот садится значит рядом с некродома прорицателем с некродома безумцем и вот так тук 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 по столу и щелкунчик начинает моментально ржаветь разваливаться в общем все это в труху рассыпается вся эта конструкция некродома падает он ему и так-то было больно он там занемел если же его всю изломала и он он понимает что не может встать он ничего не видит но чувствует что здесь что-то очень злое и он пытается отползти ему не нужны глаза чтобы видеть ужас ему не нужно как это назвать то даже ясность сознания чтобы понимать что что здесь происходит и он уползает холодной стене такой прижался не надо я я твой я твой спаситель а ты мой мое имя если она что-то значит для тебя белокор я у меня много титулов меня зовут предвестник народы севера называют меня шэдо лорд на темный воды к теней в империи я темный владыка ну для тебя просто владыка тот же ключица а ты ты некродома твое имя шепчут в тени но скоро твой труд отразится в вечности и осматривает эти памфлет разлетевшийся по столу я большой ценитель твоих работ шарлатанский или нет неважно 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 я тут сейчас и здесь чтобы быть твоим помощником твой величайшее произведение еще должно быть написано знаешь берет пустой том для признания которые на варваре инквизитор когтем начинает его ковырять этот сразу уваживается вся кожа начинает шипеть сжиматься перекручиваться у него прорезается хребет вот это вместо корешка гости медная защелка превращаться в зубастую пасть открывается в общем все страницы горят ну как горят мы скукоживаются такие неестественные становятся а под его когтем под лазерным гравюром выжигается название название книги некрономику либер кайлестер ну то есть небесная книга целестер кайлестер не надо мне тут автор бактиста гаспар некродома в общем мы готовы как сказать это самое в общем тебе нужно теперь нанять 20 литературных негров с издательством я договорился имя твое пойдет в качестве рекламного бонуса все нормально барыши делим пополам мы горят понесем твои пророчества как оружие оружие мы за твоим историю ты я мы объединим богов война чума голод всех объединим к доблести чемпиона достойного их сотворим судьбу воинного который сможет пройти все испытания который достоин благословления всех и каждого из разрушительных господ ты понимаешь все избранника хаоса он будет ключ а я хранитель грядущего апокалипсиса мы возвести миру о временах конца все таки энд таймс это не конец времен это времена конца тут как бы надо понимать разницу конечные времена нет ну потому что если два существительных перестанутся прилагательным энд тайм с даже может даже если вы можете они имеют значение это конечные времена что ладно проехали что что а только английского какой момент ского иди ты все шлюхтур драй в общем мы завестим о временах конца которые ты времена конца времена конца ну по-русски это бог началом поделать вот который ты прорицал возрадуйся ибо потом потом на коронации я поглощу его плоть я стану повелителем конца я так понял то есть и если с этой концепции арха он его тоже наверно нагрел и мир снова будет моим чтобы вернуть во тьму и разрушение некродома в это время там станет верящей то он уже если боль его до этого не свела с ума то вот эти всякие словечки демона точно дело конечно я каждый день болтай да вот то на кухне по сути от него осталась пустая оболочка человеческая которая была абсолютно безумно смеялся и плакал криться он ушел и белокор отпустил ну и хрен с ним открывая первую страницу все так не задался а он просто этот самый как его там некродома и другие в соавторстве пишет берет первую страницу обмакивает перо и я горит помогу тебе поэтому у меня уже есть имя что завещают своему чемпиону имя что возьму себе когда овладею и поглощу его тело именно вашем южном языке для почитания вот моей древности и бесконечности моего триумфа мы мы будем известны как вот все деревня харгендорф это северное побережье империи ну типа на берегу этого гореть кипящего моря до моря там клыков ну да я по за ним через море там соответственно но я туда плаваю в гости 2390 она всего ничего осталось вот север как говорится север-север и всегда север всегда они приходят севера всегда во главе шторма или землав шторм так точно и их как говорится даже их паруса чувствовали это их корабли чувствовали и они сами свои крови костях чувствуешь что это не натуральный шторм который сбил их с курса который обрушился на них таким дождем как будто это какие-то зазубренные заостренные льдины просто сыпется на тебя с неба этот шторм выбросил их из открытого моря к побережью я не знаю что раз это необычный шторм это благословление это благословение с севера из пустоши из глубины от сил которые заявляют на свое право это были варги варги вдали от родного дома варги в походе живут как пламя на воде самыми простейшими выражениями своего вот простец кого естества с война как грез а там где они могут ее найти когда и где доступные женщины удовольствие которое они могут издать не хоть на доступный доступно и доступный телефон Доступная женщина, смотри какая. И, как говорится, удовольствие, которое они могут из них вырвать. Грубый смех, когда они смотрят на бедствия, которые они причиняют. Их имена в основном сложены из согласных. И они режут рот, когда ты пытаешься их произнести. Ну, слова, имена, имена. Я понял. Я у меня родилась, Павлович, парочка неполитерейных шуток. Я буду произносить, потом придется извиняться. Многие из них имеют шрамы и уродства. Но это как бы нормально. Это богословение? Ну, это... У меня клешня, классно. Ну, не настолько. У меня вместо одного пальца... Это редко. Это редко. Чтобы они имели такие дыры хаоса, прочие мародеры норские, это очень редко. Они все-таки не из пуса же приходят. В общем, да, у них бывает, конечно. Ну, это прям вообще редко себе. Это, да, конечно, нифига себе, подфартило. Два бубона. Тори, 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 Бари. Тори, Бари, да, мои чуваки. Вот. Поэтому это грубые люди с грубыми сердцами, которые плывут. Они проклинают стихии, проклинают Манана. Они не просят у него какого-то там нежного прохода по морям, как эти вонючие южные моряки. Все, что они делают, они поклоняются темным силам, причем исключительно действиям. И исключительно своим действиям они возносят им какую-то благодарность и почтение. Своим волчьим воем, когда их сюда разрезают волны, гигантские волны, которые омывают темный берег. И сейчас вот они на своих дракарах вносятся просто из шторма к берегу. Как говорится, и что же мы видим? Огоньки. Шир. Пиздец. Это как мультик про Спейсмаринов и пони. Примерно то же самое бы началось. Не все готовы к такому повороту событий. Такой пишет, пишет, нет, перебор. А там лодки, вытащенные на берег. Рыбацкая деревушка. Деревня. Эти самые. Такая притягательная, такая беззащитная, готовая к разграблению. Возбуждающая и провоцирующая сучка. Я бы мимо прошел. Это ты виновата сама. Так точно. Вот. Они, можно сказать, сгрудились на носу в своих этих огромных шкурах, шипастых доспехах. И они уже чувствуют вот это. Они чувствуют это вот. Что сейчас будет? Предвкушение вот этого боя. Или бойни. Как пойдет уже. Вот этой силы, что дает им война. Крики. Тех, кого они будут сейчас убивать. Это вот так наполняет. Они уже чуют дым пожарить. Понимаешь? Это все. А-а-а. Разрушенные, уничтоженные деревья. Это их след в мире. Это их способ заявить о себе. Они грабят. Они убивают. И они живут. Ой, прям философия. В свете вспышек. Один такой. Философия. Ты что, блин, ты хуй умный? И за борт. Изи, бри, изи. Ребята, я хочу это записать. Это же... Ты что писать умеешь? Сраный юг жарен. В вспышках молний. Крыши домов сверкают белым. Значит, дождь льет, как из ведра. Ветер лупцует по окнам, по двери. Вот. И это одно из самых старых строений в Харгендорфе. И одно из самых ближних к берегу. Рыбацкая хижина принимает на себя, по сути, всю ярость стихии. Но не привыкать, как говорится. Люди, которые здесь живут... Таверна Адмирал Бенбоу. Бей. Вот. Виктория Ротшильд. Да. Дочь моряка, жена моряка. И каким-то там штормом ее не то что не испугать, но даже не удивить. Она живет здесь всю свою жизнь. И Северное море... Блин, извините, Северное море? Конечно. Вот. У нее есть свои заботы. Она, значит, варит рыбу. У нее есть три сына, о которых надо заботиться. Есть сети, которые надо починить. А что там, какой шторм? Я вас умоляю. Ерунда какая. Вот. Один из ее детей, Отто, делал вид, что спит. Потому что он очень не любил штормы. И даже его отец переживал. Ну какой же, блядь, рыбак-то из него вырастет? Воды боится. Ну, штормов. Воду любит, штормов не любит. Ну, что я так говоришь? Что это? Я вас умоляю. Чистить рыбу будешь на берегу. Баба. Пойдет на речной флот. Если он у них есть. Ну, хотя, наверное, как-то не сплавляет. Голики-то есть. Ну, может, в этой местности нет. Ну, с другой стороны, ладно, неважно. Вот. А Дитфрид, наоборот, очень любит он, прижавшись, можно сказать, к окну, с носом сверху, смотрит на ярость стихии. То есть, на вспышки, на дождь, на ветер. Все это ему нравится. Волны там гигантские. Все дела. Ну, и мать его говорит, типа, отойди от окна. Ветер слишком сильный. Ну, чуть-чуть, вроде как отошел, но все равно, значит, пялиться туда. А Люц сидит рядом с ней. Ну, не то, что он ей хочет помочь, просто он, сука, жутко голодный. Потому что он всегда жутко голодный. У него внутри как бездонная пещера, куда вот недавно просто пропадает. Быстрый метаболизм. Да. И кость широкая. И кость широкая. И обычно его желудок хороший индикатор, когда должен вернуться отец. Ну, когда уже как бы припекают, значит, уже пора бы вот-вот. Вот, когда Роэльт вернется. И в такую погоду, конечно, он должен был прийти пораньше. Но вот что-то задерживается. Видимо, оттаскивает лодки подальше от берега. Ну, как-то, может, еще 7 закрепляют. Что-то типа того. И она слышит шаги по Гайльке, на которых слышали даже среди штормов. Он говорит, о, хорошо, муж идет домой. Отлично. Начинает доставать тарелки, ложки, значит, дает люцию. Накрой, говорит, для отца. Дитфрид, иди, говорит, помогай брату. А он ни хрена не идет. Потому что прорать на него, значит. Говорит, давай, и идет отворять дверь. Ну, естественно, дверь, чтобы она не хлопала и шторм не там. Нормально-таки поленом заложено, в общем. Вот. А тот все перец лопнул, такой. Мам. Он так надо ее поймать. А ты вдруг слышит крики. Реально, крики. Причем ненормально, какие-то такие тягучие, гортанные. Мам. А нас с хлебом подходит к окну, а там тени какие-то мечутся, кто-то бежит. Но это не просто жители деревьев, там, с кем-то с корзинами для рыбы, там, с сетями. Это люди с оружием. Они на вид, у них блестят мечи, топоры, копья. Ну, потому что они не дураки, они знают, что происходит вообще. Рейд. Да. И она, значит, роняет хлеб, хватает Дитфрида, начинает пятиться назад в хижину. Ее просто сковал ужас. Она слышит вопли. Слышит, как Хеда Моллингер умерла. Она прям точно слышала ее, потому что, видимо, она вышла встречать мужа. Там ее. Вот. В подпол ховаться надо. Да. Она слышит, как собаки лают, по одной затыкаются редко. Как слышит там крики старой бабки Ирмгард, которые просто затоптали, походу, в толпе. И видит в окно, как пацаны там соседские, Бертильды, значит, Гелберт и Джоргон. Они как-то выбегают наружу и через мгновение уже оказываются просто на коленях, моля пощады. И просто их кровь заливает окна. Там вот это все. Жуть. Они пятятся вглубь дома. Она не может просто дышать. Она тянет и понимает, что уже все дети вокруг нее, схватившись за ее юбки. Да, они там тоже обосрались, конечно же. Она осматривает хижину. И они бедные рыбаки. У них не было денег на оружие. А даже если бы было, то она хрен знает, что делать так-то. Прикидывает. Ну, лучшее, что у нее есть, это топор. Но топор снаружи у поленницы. За дверью как бы. В общем, сердце ее колотится, колотится. И вот этот топот ног удаляется дальше в деревню, как бы вглубь. От побережья. И она хотела что-то сказать своим детям. Но вот даже слова они не подбирались. Они не шли никак. И на вид, как силуэт закрывает в окне шторм. Огромный такой силуэт в шкурах, в шипованной броне. И он не спешит, как все остальные. Он не мечется, не дерганный, не носится. Он просто молча стоит. Сверкает молнии. По нему течет дождь. Вот это по доспехам, по всей фигне. И он стоит, знаешь, как хищник. Кот перед атакой. Вжидая. И она видит на предположенной стороне улицы там очертания женщины, которые в дожде видны. И ее крик. Бриджетта! Она увидела ее. Это была Карла. Соседка. И мародер, знаешь, просто как пружина. Рывком бросается через улицу. Хватает ее. Швыряет об стену дома. Прижимает ее волос за волосы. Она начинает врываться. Ну, это просто бессмысленно. У нее огромная кольчужная перчатка. Он нависает на ней, как гора. Она дергается, дергается. И, знаешь, как гигантская статуя нависает. И у нее сердце просто начинает останавливаться. Потому что она слышит звук, как шелестит меч, доставаемый из ножен. Медленно так. Спокойно, знаешь, начинает шелестеть. Как голос Карлы падает до шепота. Она умаляет. А мародер издает только такое тихо. И когда лезвие меча коснулось ее живота, Карла начала орать. Она затылком разбивает окно. И шторм врывается внутрь дома. Виктория с детьми. Они там просто уже в соседнюю стену запятились. Там до нельди, до максимума. Влетает дождь, ветер. Соленые брызги. Крики Карлы, которые она там орет. Потом она уже хрипит. Потом она шепчет. Потом она затихает. И она не знает, что делать. И вдруг она слышит, как в тишине начинает дышать. Бить колокола. Это храм. Да, храмовые колокола. Да. И как-то они ее немножко успокаивают. Дают ей какую-то силу. Она понимает, что что-то тут происходит. Какое-то сопротивление. Она... У нее нет времени. Нет слов. Она видит кучу сетей, которые она должна была подчинить. Поднимает их. Показывает детям. Они быстро ныряют туда. Просто без слов понимая, что нужно делать. Забивается. И она сидит. И... Ну, одна рука. Дитфельд ее держит. За руку. Держит, держит. И... Слышится удар в дверь. Рука прячется под сеть. Она быстро прыжком выпрямляется. Отходит от сетей. Смотрит. Тень в окне пропала. То есть Карла уже куда-то сползла. Вот. Там никого не видно. И слышен только кованный ботинок. Там... В дверь. Но там лежит полено, которое запирает от шторма. И дверь держится. Виктория осматривает все. Берет нож, с которым она чистила рыбу. Значит, за спину отходит к огню. В общем, смотрит. Ждет. С третьего удара полено разлетается пополам. Дверь распахивается. И там, озарен вот этим громом, вот этим всем делом, молниями, стоит фигура мародера. Он огромный. Да. Он спокойно заходит внутрь. С него стекает дождь. С лезвия его меча. Уже, видимо, омытого дождем. Уже просто стекает вода обычная. И он такой большой, что его броня, его там... Кольчуга, они не скрывают у мускулов. Он татуированный, шрамированный. Видно, насколько он здоровенный. И прямо на оголенной груди, сбоку, у него там на огромной, на огромной такой накачанной сиськи, восьмиконечная звезда. Профиль. Профиль архалона. Да. Будет потом. Восьмиконечная звезда. Круг с восьмиконечной звездой. И она смотрит на нее, чувствует одновременно и тягу, и отвращение к этому символу. Не забуду, мать родная. Да. Не забуду, пустошь, родная. Да. И решает, что вот это место, оно лучше для удара, если... Да я бы туда его. ...возможность. У него такой перфорированный шлем с дырками, с рогами. Вот. И он входит медленно. Медленно, как его клинок входил в Карлу. Спокойно. Никакого бешенства, никакой суеты, ничего этого нет. Он спокойно заходит. В то время, как она слышит, как другие мародеры, они там бегают по всей деревне, что-то крушат, кого-то убивают, вытаскивают на улице. Орут, хохочут, там верещат, там еще что-то. Он молчат, спокойно, тихо надвигается. Неотвратимость. Да, 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 да. Она хватает тарелки, кидает в нее, ну, попадает в нее, но не подает даже вида никакого. Она пятится, он пытается ее схватить, тянется к ней, но она отскакивает, с разворота хватает горшок с кипящей рыбой, кидает в него, он падает ему в ноги, окатывает его там пар. Если даже ему как-то было больно, он не подает ни малейшего вида. Она еще, получается, дальше пятится. И вот эта вот бесполезность сопротивления, да, вот разочарование в ней ее пересиливает. Она понимает, что она сейчас умрет. И она ничего не может с этим сделать. И вот это у нее вырывает такое всхлипывание, плач, который из нее вырывается. И слышу ее плач, дети тоже начинают всхлипывать и плакать. Он останавливается и поворачивает голову в угол. И в этот момент она там с ума сходит, хватает горящую полынию. Такая смысл, что она сейчас его сожжет, кидается на него. Он перехватывает ее руку своей кованой перчаткой. Она пытается выраться, но ничего не получается, но она держит намерт вообще. И он, значит, медленно поднимает свой меч и как бы двигает к ее животу. Она понимает, что вот сейчас он ее вскроет и выпотрошит так же, как Карлу. И просто вот с разворота на этой руке она второй рукой вбивает ему нож. Прямо вот эту восьмиконечную звезду. Но, как говорится, он не был рыбой. И мускулы, кости, и какая там, никакая, если она была или была. Защита, которая давала этот символ. То есть он нож вошел только наполовину и не дошел до сердца. И вот так они и стоят, значит. В этот момент что-то вроде искры пробежало между ними. Но это не та искра, как в женских романах. Что-то вот такое нечестивое. Она же почувствовала слабость, какое-то вот такое единение. Такое, знаешь, как бы с грязью. Как-то вот эта вот темная связь между их душами даже как-то прошла. Она шокированно отпускает нож. Он смотрит на нее, смотрит на нож, смотрит на нее, смотрит на нож. Отпускает кисть ее. И вот просто тыльной стороной дает ей такую затрещину, что он просто выплевал, выбитые зубы, волчком улетает в стену, с хрестом в нее врезается, падает. Дети начинают там скулить. Он поворачивается, с мечом идет к сетям. Анаем, оставайтесь там, где вы есть. Мамочка в порядке. Выплевываю зубы, значит, им говорит. Мамочка говорит, в порядке. Он на ходу выдергивает из себя нож, значит, кидает вот там, забрызгивая кровью. Я думал, сейчас детишки мудакал доколят его. Эх, такой поворот и спор. Она такая, нет, нет, сюда, сюда. И начинает отходить к единственной еще одной комнате, которая есть в доме, это спальня. Она распахивает его, сюда, сюда. И, ну, ты плачет и зовет его. Он останавливается. Раздумывает. Маша, конечно, Маша. Да. Возвращает меч в ножны. Она такая, да, да, сюда. Он начинает наступать. Она пятится, ее ноги цепляются за кровать, она на нее падает. Он входит и заполняет своей шипастой фигурой почти всю комнату. Как говорится, воет вечер, ветер, небеса плачут. Она приподнимается на простынях и такая, нет, она плачет. Он поднимает, как о чужной парень. Какой кошмар. И кто-то сзади, короче. Он хватает, замечает, начинает поворачиваться. В это время хрясть. У него такой лодочный крюк влетает ему в край башки, сбоку просто. Пробивая шлем и черепушку. И, значит, Роальд Ротшид держит его, тот конвульсирует, трясется, трясется вместе с ним. Роальд, он как бы вообще не воин. Ему просто повезло с тем, что он подошел незамеченный. Метко попал. И метко попал, да. Повезло, что он попал. А уже как бы брутальность оружия, она довершила, импровизированное оружие довершило. Гнев мужа и страх отца просто придал ему сил. Он выделивает крюк, мародер падает, трясется на полу, потом затекает, с него натекает куча крови. Все, что она видит, это ее муж, дети, значит, у него ног уже скрудились, они плачут. И они, значит, выходят из дома, бегут в шторм к его лодке, которая уже в воде. Типа текаем. А в деревне при этом там садом и гаморрой? Ну вот, как раз, а дальше происходит нечто такое, что говорит, нет, 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 легенды так не делаются, нет, нет, темного владыку так не обмануть, нет, нет. А это он типа писал. Что есть пророчество, как неправда, обещанное случится. То, что должно исполниться. Тут, знаете ли, нужно мастерство, чтобы знать, где применить силу. Это правда, что с таким количеством судеб в мире, знаете ли, людей, богов, полубогов, невозможно что-то поменять. Ну, невозможно, это слишком сложно. Есть некий баланс, знаете ли, есть дисбаланс, да. Но с рычагом достаточно длинным. Да, если я его смогу упереть в крыслетные горы, я могу подвинуть в морслит. Да, однажды, говорит, мир уже был моим. Божественные руины огня и пепла. И он снова будет. И как я перематываю сейчас страницы назад, чтобы прочесть то, что было упущено. Я привношу свой небольшой инструмент разрушения. Да, важно знать, где применить. Тот, кому завещана корона Армагеддона, чья плоть помазана быть моей, он будет. Он будет. Малюсенькие изменения, вы знаете ли, могут иногда оказать некую разницу. А иногда офигительную разницу. Да, поэтому в этот раз колокола храма Харгендорфа никогда не звонили. Вот. Харгендорф. Год 2391. Это тот же год. Это, я думаю, в этот момент такой... Хоп и... Отмотаем назад. Вот. Воды были холодны. Холодны, как ее помыслы. Виктория Ротшильд сидела в прибрежных водах. Она присела, и ее ноги уже занемели. Ну, реально занемели. Воды омывали ее колени и раздувшийся живот. Она смотрела на воду. На море клыков. И хрен знает, что там, блядь, за ним вообще. Вот. В море всегда было добро к ней. К ее семье. К ее отцу. К отцу ее отца. К ее семье. К ней, к Рольду, к сыновьям. Она давала жизнь. Она давала пропитание ее детям. Дети ее выросли сильными и здоровыми. Они имели лодку. Они продавали рыбу. У них было все. Для нормальной жизни оно было добрым. Но море изменчиво. Как и Матлан. Оно иногда дает, а иногда море и забирает. И вот... Сын из Ольды как-то утонул. А ее кузина, Виктория, была поймана вирмом как-то на пляжу. И съедена, когда они были вообще подростками. Три поколения семьи соседов как-то пропали в шторм на своих лодках. Ну, в общем, кое-что море заберет этим утром. Плеск воды и шум ветра прибрежного заглушали ее звуки, ее кряхтения и все такое прочее. Это такой у них деревянский аппортай. Она была матерью трех сыновей. Она делала это раньше. Она знала. Она знала. Она плакала уже несколько минут. И воды под ней были уже такие мутно-кровавые. Ой, нет. И она слышит крик. Виктория! И роль бежит по пляжу. Такой, боги, нет, женщина, что ты делаешь? Нет, он подбегает, подхватывает. У нее уже ноги занемели. Она там встать-то сама не может. Встает. Он смотрит в море вот в это во все. Вот тут мутная кровь, эти дела. Он понимает. Блин, черт. А она поворачивается и начинает потихоньку идти к своей хижине. К одной из немногих оставшихся после той атаки 9 месяцев назад. Понятно. К хижине, что допустила к себе мародера и стала свидетельством его темного дара. Вот. Дара нежеланного дитя. Понятно. И Виктория идет и утирает слезы. Потому что, если бы, если бы только была бы тревога, если бы только колокола храма зазвонили, если бы рыбаки вернулись раньше, а так ей пришлось купить время для себя и для своих детей. Вот. А он стоит и такой смотрит, такой, ах, женщина, нет. Боги покарают нас за это. Он такие, боги нас уже покарали. Он смотрит, а там, ну, их дети, они играют снаружи. Только Дитфрид, он помогал ему там, ну, где он улов чистил, откуда он прибежал. И Руальд остался. Он стоит, значит, в этих волнах, они плещутся об него. Он смотрит в темное море, в такие багровые небеса. Понимая, что скоро будет шторм. И у него губы шевелятся. Он шепчет молитвы, там, Сигмару, Матлану, всем. Он шепчет молитвы всем, любому, кто может услышать его. Кое-кто его слышит. Ну, не тот. Опять ошибка. Да. Говорится. Да, вообще этот гаденыш переписывает. А он так насколько может этого не переписывать. Говорит, выбросите судьбу из плоти и крови в пучины. Дары, хаосы, не для того, чтобы от них отказываться. Они не востребуются. Они не заслуживаются. Они раздаются исключительно по причудам темных богов и их принцев. Историю не отменить. Нет, нет, нет. Все решено. Рок уже здесь. Рок уже живет. Так что из темноты, из глубин в темноту чрево подарок вернется. Так что я запрашиваю луну и отвожу приливы. Темные бездны откажутся от того, от чего отказались. Дитя будет жить. И принесет смерть. Да. Считайте, это уже сделано. Сделано во имя Белокора. Прикольно. Виктория послала Дитфрида с акушеркой из Шлагхюгеля. А Гюнда Шнас помогала ей с ее первыми тремя сыновьями. Павилами бабки. Ну да, у них называется акушерка, да, прямо вот. И у нее не было никого, кому бы она могла бы обратиться с этим вот четвертым. Хотя она и была посушницей Шалии, в данный момент она возносила дары богу-королю. Ну, Фимару, естественно, да, мы понимаем все. У демпстерского камня. Это там такой небольшой храм, значит. Называется так. Храм был ближайший для деревни. И судя по словам Дитфрида, времени у нее было не так-то много. И она поспешила. Гюнда удивилась. Она даже не знала, что Виктория в положении, что она ожидает. И это было как-то очень странно, потому что после той трагедии, что развернулось, было столько тяжелого труда, чтобы восстановить вот это все. И ребенок как-то слишком скоро оказался гюнде обузой. Ну, как бы это слишком как-то поспешно, неправильно. Правильно, что попросив у Сигмара благословления на свой труд, а также сильных сыновей для его империи, она поспешила. И по дороге она пыталась разговаривать парня, поговорить с Дитфридом. Но он просто шел рядом, молчаливо, весь, значит, немногословный. Он действительно изменился, превратился в серьезного ребенка с таким жестким лицом в своих мыслях. Позрослел. Да. За ночь. Что, чего еще ожидать, как говорится, жизнь его дала трещину. И он видел вещи, которые больше людей предпочло бы никогда в жизни не видеть. У нее не было причин за все вот это вот время после нападения посещать деревню. То, что атака была быстрая и брутальна, и мало кто остался. Тем более, как бы, акушерка там была не нужна. На похоронах акушерки не нужны. Это да. Лодки и дома были преданы огню, а жители мечу. Вот. И, проходя через руины деревни, она видела кругом следы. То есть, вот там угли, там спаленных хижин, там засохшая кровь. Ну, в общем, оно до сих пор еще все осталось. Отсутствие какого-то людского говора, детского смеха. Вот этого все уже нет. Хижин Ротшильдов она посещала до этого 4 года назад. Когда помогала родиться, родиться, как она говорит, ангеловикому Отто. И найти ее оказалось совсем несложно. Хоть и была здесь достаточно давно, потому что это была одна из буквально парочки уцелевших хижин той ночью. Ротшильдам, как говорят, ужасно повезло. Рольд забрал Викторию, детей на лодке. И они отплыли в воды залива. И там, в общем, болтались, пока деревня горела. Немногие, кто выжил еще, поспешили покинуть свою деревню. Переселиться в другие места. Но Гинда знала, что ты можешь пройти всю империю. Поселиться на другом ее краю. Но ты не спасешься от той тьмы, которая живет в твоем прошлом. Она будет ждать, ждать. И будет вылезать каждую ночь. Она не стучала в дом, потому что крики были слышны даже на улице. Внутри было темно и грязно. Рольд стоял у огня. Неподвижно. Никто ее не поприветствовал. Дети сидели, рвали материал на лоскутыну, который ей могли пригодиться. У нее там кипел. Полакенц. Ткань какую-то, да. Кипела вода. Сидели и тупо смотрели на свою мать, которая на кровати там кричала. Последний раз они слышали ее крики 9 месяцев назад. Во время атаки тогда мародер вошел в их дом и в их жизнь. Ну, говорит, приступим. Закатывай рукава, потому что как-то надо что-то сказать. То не здрасте, до свидания. Виктория уже была на полпути. И она поняла, что все равно это будут нелегкие роды. Рольд, дети, они пялились на что-то свое, как будто, знаешь, в прострации какой-то находились. Это ее не радовало совершенно, то есть безучастное. А при этом крики Виктории были какие-то слишком сильные для матери, которая трижды рожала детей. Со временем пришел прилив. Возошло солнце. Кушерка уже устала от всего этого дела. Роды тяжелые. И Виктория даже там тянулась к Рольду, но он так и не подошел. Только стояла, отправляла детей, когда надо было, если что. И Виктория слабела. И Гюн добавил, что она ее потеряет. Ребенок родился вот в полной тишине. Никто радостно его не приветствовал. Надо было признать, что был крепок, и это был мальчик. И так немногие из тех, кого она вот так вот принимала, выдержали такую долгую и мучительную доставку в мир. Так что он прорвался и победил в этой борьбе. Но его крики вызвали плач детей. Не плач, а радости. Это не были слезы радости, никто не благословил богов, ничего такого. Так что Гюнде пришлось самой вознести хвалу Сигмару, признавая, что новый сын империи рожден. Когда ребенок был запелен, он положен на кровать рядом с мамой счастливой. Счастливой ли? Она вернулась к ней, начала говорить, какая она была храбрая. Что это действительно были очень сложные роды, мало она таких сложных принимала. Какая она большая, молодец. Дала ей воды, но та отказалась пить воду и башка у нее упала на бок. Глаза закатилась, она такая, не-не-не, дорогая, не надо, не надо. Подожди, у нее начались конвульсии, там руки-ноги начали взлетать. Она такая, ребенок, ребенок, возьмите ребенка. Но никто не шелохнулся. И она положила его на пол под кровать, пыталась ее удержать, заталкивая тряпки в рот, чтобы она себе язык не откусила. Ну, понял. Клинический припадок. Да. Такая роль, черт тебя дери, иди сюда, помоги мне. И он как-то с ужасом, еле переставляя ноги, начал приближаться. Дети с кулящей кучей идут за ним. Но все четверо начали ей помогать. Удерживали ей руки-ноги. Как говорится, чувствовали тепло ее кожи. И последнюю борьбу, а потом она отошла. В общем, плащ детей, тишина мужа, который просто вперился в стенку. Малыш плачет из-за того, что не дополучает никакого внимания под кроватью. Гюнда попятилась, чувствую, что она здесь, ну, лишняя. Как бы что-то говорит тоже. Вот она говорит, простите, простите. И потихоньку пятится к двери входной. Казалось, что целую вечность она к ней, значит, отступала. И слышит только, забери это с собой. Он такой, роль-то нет. Он такой, я умоляю. И у него лицо, ну, оно, оно вот из такой маски без участия, оно трескается. То есть чувствуется, что вот как бы что-то прорывается. Вот оно разрезает. И такое чувство, знаешь, горе вот этого всего. То, что он все держал, он такой, он твой сын. Мужчина, возьми его. Он такой, он не мой сын. Не мой. И она смотрит на все на это делать, и безутешные дети, да, там отец, который там весь такой скукожился, сгорбился, постарел. Мертвая Виктория, кто там раскидана по кровати. И понимает, что все-таки трагедия настигла их дом. И по ходу Ротшильды не были такими уж счастливчиками, как Малва говорила. Вот она все это подняла и говорит, бери это, или я выброшу в море. Она кивнула, взяла и вышла в ночь. Ну, уже ночь была. Она говорит, мне действительно очень жаль, у нее там слезы текут по щекам, прижимает к себе и уходит. Шляг-Хугельский тракт. Нордланд. Шляг-Хугельский тракт это такая тонкая, извилистая, почти тропинка. Кое-где там были камни, кое-где просто прокатанная колесами колея. Кое-где протоптанная тропинка между бурлящей такой тьмой реки Демст и ужасом. Лауре Лоренского леса. Все с большой буквы, естественно. И это как бы слишком жалкое, важное название для такого жалкого пути. Но ночью на ней не было никого. Ни посланца, ни какой-то почтовой кареты, ни какой-то даже дорожной стражи. И хотя шустрый Николяус и Шестипалый Дирк были частенькими посетителями этой дороги, оба убийцы закостенелые. Ну, Гюнта была бы сейчас рада компанией любого из них. Местные бандосы. Да. Потому что обычно она никогда не покидала роженицу. Она всегда осталась с ними до утра, потому что и матери, и ребенку нужна была помощь. И помогала, нуждались в заботе. А днем, естественно, проход хороший и безопасный. И, видев жен в порядке, мужья всегда одаривали за работу. Да, вот это все подарками, там, и всеми делами, за услуги. Но вот трагедия в доме Ротшильдов нам не дала ей такой роскоши. И вот Гюнта идет ночью с хныкающим ребенком по черной-черной-черной дороге, в черном-черном-черном лесу, где ветви нависают над дорогой. И вообще какая-то херня. Она видит, как тени гуляют в листре. Она видит отблески глаз в лунном свете. Холодно, холодный ветер, безоблачное небо. Она смотрит на созвездия, но она никогда не умела читать знаки какие-то или что-то в этом духе. Поэтому она всегда смотрит на это с недоверием. Небеса не выглядели хорошо, потому что Манслип еле надвисал над лесом, освещая только верхушки. Амар Слип была в самом зените. И ее свет освещал все поляны, весь лес и всех, кто в нем там ползал или копошился. И в общем, с зловещим сиянием. Ребенок, где ты был, тоже недоволен. Потому что он не дополучил ничего. Он хмыкал, хотя она его прижимала к груди. Но она взяла его, да, но она не знала, что с ним делать. Потому что она была стара, чтобы выходить ее сама. Мужа у нее уже давно не было, он умер. У нее была дочь, она работала с сестрой в Бейлине. А также она знала, что был еще приют для сирот. Но это был в далеком Дьеттершафане. И никто не возьмет к себе мальчика, если узнает, откуда он такой красивый. Но то и приют узнает о ее происхождении, да. Потому что мародеры с севера были известны в том, что они несли в себе порчу и охотно с ней делились. Понятно. Она обнаружила, что она идет по лесу и напевает песенку, которую отец ее научил в детстве. Называлась «Рыцарская потеха». О том, как один рыцарь встретил ночью красивую эльфийку на пустой дороге в Лауре-Лаурнском лесу. Неплохой мотив, но как бы... Ромовые бабы по-вусарски. Но заканчивается плохо. Для обоих? Ну, хрен он знает. Кажется, я точно. Вот. Конечно, ей это насвистывание немножечко помогло, принесло какое-то облегчение. Но она замолчала, чтобы не привлекать внимание древних существ, о которых шепчутся всякие деревенские. Сначала она услышала рычание. Да низкое такое. Она шла, все время оборачивалась. Ну, вдруг там телега какая-нибудь есть. Ну, мало ли что. Надеюсь, она попутчика. То есть сейчас она обернулась и обнаружила темные тени, которые следовали за ней. Да, дети Ульрика. О, понятно. Которые призванные из леса светом морс-лип. Они лаяли, рычали, бежали за листаей. Ну, так, на поддалении. Их глаза горели голодом. Даже если бы и не плачь, ребенка, то уж запах его немытого тела. Он же в крови, во всем этом деле. Она, прижимая к себе, схватила камень, кинула в них. Ну, естественно, ни в кого не попала. В общем, она-то понимала, что скоро, скоро их станет больше. И их число придаст им силы. Пересилит их звериную осторожность, и они нападут. Храбрости добавят. Да. Поэтому она шла, молилась. И все, что она молиться могла, это было только солнце. Которое взойдет над верхушками деревьев. А вот рычание сзади навевало ей всякие темные мысли. Что нет, нет, нет. Она не умрет ради этого детей, нет. Ради этого орующего сироты. Ради этого вот нарсманского отродья. Нет. Как это было? Этот пистолет? Да. Самый мой коллег. Да, да, да. Спас мне в жизни. Я пострелил. Калина своей женой, да. Калина своей невесте. И сбежал. Ее поспешные шаги и молитвы вывели ее на силуэт. За порослью на фоне луны Хельденхаммер был очень хорошо. Это молот Сигмара. Был очень хорошо, четко различимым. Это был храм. Демпстерский камень. Откуда она пришла? Да, это башня, которая венчала вот эту башню-храм. Сверху была статуя Сигмара с воздетым молотом. Круто. Такой, как дворец советов. И лес сменился такими небольшими холмиками, среди которых он стоял. Никогда раньше в своей жизни она не была так счастлива с видеть Сигмара. Она даже могла слышать разочарованное гавканье. Стая подалась назад, потому что бог-король был внушительным даже для глупых животных. Она подошла к мощной арке, и ворота, двери были заперты. Ничего удивительного, в такой поздний час, естественно. Отец Дагоберт обычно работал допоздна, но в такой ночной час все уважаемые люди спят в кроватках и не требуется услуга жреца, нет никакой необходимости, ничего им не нужно. Но не ей, но не ребенку. И вот под сводом храма ее уставший разум пришел к некому заключению. Она не может позаботиться о нем. Она не может просить свою дочь позаботиться о нем или отправить в приют. А что, если когда-нибудь его отец, настоящий отец, явится за ним? А что, если в нем есть тьма? Тут ему безопаснее, подумала она. Хорошо тут ему будет. Под немигающим взором сигмара, да. Бог-король взрастет, из него кого надо. А скромная Гюнда, она положит его тут в безопасности, здесь все хорошо. Она и так уже сделала все, что могла. А теперь его жизнь в руках сигмара. В общем, отняв его от тепла груди, положила в корзину, поцеловала в лоб, говорит Боге, простите меня. И по мере того, как его крики усиливались, она поспешила прочь. Подкишивши. В стыде и слезах в свою лачугу. Ребенок плакал, и Морслип взглянула под арку, осветив его своим светом. Он даже с детским узумлением на нее усталился, даже, да, шкварскими глазами смотрел, и даже прекратил особо плакать. Но свет Морслип заодно и заслонил силуэт сигмара и осветил лес, призывая ее подручных. И прошло совсем немного времени, как темные тени начали выползать на опушку леса и выходить на эти холмы. Волки рычали, потому что весь лес был наполнен ароматами, запахом мягкого, вкусного тельца ребенка. А его нежная плоть взывала к ним. И самые дерзкие, отважные уже бежали вперед, бежали под арку с ним. Истекая слюной практически, на пробу попробовали тяпнуть его за пеленки, схватили и дернули вниз, потащили под лестницу. Его крики снова раздались и даже стали причиной драки двух самых больших. Первый, ну вот он успел что-то вякнуть, в то время как его череп просто пригвоздил, и к земле расплющив. Второй успел бросить добычу и побежать. Но шар прокрутился по орбите, хряпнул его по спине, а следующий удар просто размозжил в лепешку. «Пошли, говорит, нахер отсюда!» – ревел отец Иеронимус Дагоберт. Его облачения, наспех одеты, на нем висели и просто свисали из пояса, и его массивные волосатые пузо грациозно размахивалось в такт его ударов, и он раскручивал над собой огромный цепь, храмовый цепь с двумя шарами, которые были прицеплены к самой рукояти. Он выбежал, как успел, в каких-то ботах и зясе, которые успел на себя одеть, когда он услышал плач ребенка. И его цепь был громадный, но в его громадном кулаке он выглядел органично. На самом деле это был, конечно, не совсем цепь, это скорее было как храмовая кадила, то есть эти шипастые шары внутри заключали благовоние. И с криками, воплями и проклятиями, когда он ногами выбивал зубы волкам, а с цепом гвоздил их, вот эти два горящих дымящихся шара, знаешь, как кометы, крутили такие круги вокруг него, и ребенок уже завороженно следил за ним. Как охуительно. Прикольно. Самый дерзкий попробовал его укусить за ногу, но был там жесток и отпизжен, просто цепом размят в кровавую кашу. Да, волки бежали, он говорит, беги эти твои, плюнул на их трупы. Только сам не позволяет мне их обоссать. Да. А сбоку в развороченных этих тряпках лежал ребенок весь в кровавых брызгах, там ошметки каких-то этих волков, восторженно, значит, смотрел на все это происходящее. Ну и кто это у нас тут такой? Ходит темный, бродит ночью, да? Встал, распрямился, смотрелся в темноту, пытаясь разглядеть либо следы, либо того, кто принес. Да, вот как бы. Лучше, говорит, тебе тогда пойти со мной. Вот. И даже сквозь одышку была чувств, слышна доброта в его голосе. Ну, в общем, с ребенком в одной руке и большим боевым цепом в другой он зашел, поклонился Сигмару и захлопнул за собой дверь. На сегодня пока все. Краткое вступление. Посмотрим, как оно кому понравится. Я просто впечатлен. Это вам, блин, не аос. Как-то тут очень все жестко, по-моему. Ну, что? Да. Мрачно. Самое крутое впереди До него осталось полпути